Далее, доклад Никиты Васильевича Белова, военно-служилая деятельность князей Щенятевых в неопубликованных частных разрядных книгах, предварительные наблюдения и перспективы исследования. Добрый день, дорогие коллеги. Меня видно, слышно? Да. Хорошо, я сейчас попытаюсь запустить презентацию. Надеюсь, что она пойдет. Так, презентацию видно? Все хорошо? Ну, тогда начнем. Изучение военно-служилой деятельности представителей русской знати конца XV-начала XVII веков – одно из динамично развивающихся направлений современной русистики-медиавистики. Источниковую базу подобных исследований традиционно составляют летописи, посольские книги, родословцы, актовый материал, сочинения иностранцев и ряд других источников. В роли основного источника выступают документы разглядного происхождения, прежде всего, разглядные книги. Работами Виктора Ивановича Буганова, Константина Васильевича Петрова и в особенности Юрия Владимировича Анхимюка была наглядно продемонстрирована правомерность разделения комплекса разглядных книг на две различные по происхождению группы – официальные и частные. Официальные и разглядные книги представлены государевым разглядом 1556 года, неоднократно пополнявшимся новыми записями в конце каждого царствования, а частные и разглядные книги генетически связаны с текстом государевого разгляда, переработанного и дополненного по другим источникам. Помимо так называемой пространной разглядной книги 1475-1605 годов, Анхимюком выделены порядка двух десятков других разглядных книг и разглядных компиляций, в ряде случаев, подразделенных на несколько редакций. Основной массив частных разглядных книг остается неопубликованным. Несмотря на то, что Анхимюком была продемонстрирована чрезвычайно высокая информационная ценность неопубликованных частных разглядных книг, они не привлекались исследователями в последние десятилетия как дополнительный источник для реконструкции послужных списков русских воевод конца XV-XVI веков. В рамках изучения военнослужилой деятельности рода князей Щенятевых мной предпринимается попытка комплексного анализа содержащихся в частных разглядных книгах сведений о боевых назначениях и местнических конфликтах членов этой княжеской фамилии. Опираясь на классификацию Анхимюка, я выделил группу в 34 списка 16 частных разглядных книг и их редакций. К настоящему времени мной обработаны данные 15 списков 10 разглядных книг. В силу происхождения частные разглядные книги зачастую содержат уникальные, не включающиеся в официальной разглядной документации, сведения о служебных карьерах представителей русской знати и их местнических счетах, а также дополнения фактического характера, почерпнутые из архивов служилых людей, записей очевидцев и летописных памятников. Значительное число подобных сведений частных разглядных книг было выявлено и введено в научный оборот Анхимюком. Однако известия, касающиеся военнослужилой деятельности князей Щенятевых, оказались вне поля зрения исследователя. Присутствующие в частных разглядных книгах уникальные записи о службе князей Щенятевых можно подразделить на три большие группы. К первой относятся известия о местнических конфликтах Щенятевых с представителями других родов русской знати. Вот, например, запись Клюбакинского списка «Разглядные книги» 1478-1603 года сообщает об отказе князя Константина Ивановича Курлятева быть сходным воеводой, то есть в сходе с князем Петром Михайловичем Щенятевым при отражении Ногайского набега 1550 года. Эта запись проясняет позицию князя Курлятева в известной местнической распри декабря 1544 года, о которой сообщает знаменитая приписка к царственной книге. Выясняется, в частности, что в тот год князь Михаил Иванович Воротынский и Константин Иванович Курлятев, будучи на южной границе на службе, также отказались быть в сходе сходными воеводами с князем Петром Михайловичем Щенятевым при отражении набега крымских татар. Другая запись, запись разглядной книги Вендомского, содержит первоначальный, не содержащийся в других источниках, береговой разгляд 1565 года, накануне Болховского похода русской армии против крымских татар. Эта самая запись объясняет причину местнического конфликта, вспыхнувшего между князем Иваном Андреевичем Шуйским с одной стороны и князьями Петром Михайловичем Щенятевым и Иваном Ивановичем Тронским с другой стороны. Выясняется, что инициатор местнического спора Иван Шуйский был понижен в должности накануне похода, был переведен на двусмысленную в местническом плане должность первого воеводы полка левой руки. Вот, пожалуйста, эта запись. А как царь крымский пошел под Болхов и государь велел быть в большом полку с Бельским Семену Васильевичу Яковлеву и Ивану Петровичу Яковлеву велел государством Стиславским в правой руке, а в передовом полку государь велел быть князю Петру Михайловичу Щенятеву, а из передового полку князю Ивану Пронскому велел государь быть в сторожевом полку. А князю Ивану Андреевичу из сторожевого полку, здесь дефектная дальше запись, а князю Ивану велел государь быть в левой руке князю Андрею Татьеву, то есть с князем Андреем Татьевым. Вот именно вот эта кадровая перестановка и спровоцировала вот этот вот мессенческий конфликт 1565 года, который, в общем-то, в исполиографии оценивался достаточно неоднозначно. Вторая группа записей представлена сведениями, так или иначе фиксирующими служебные назначения князей Щенятевых. В библиотечном восьмом списке разглядной книги 1487-1577 годов находится, не имеющий аналогов в других источниках, членовой разгляд Свиярского похода весны 1551 года. Он содержит сообщения о неизвестном ранее боевом назначении князей Петра Михайловича Щенятева и Андрея Михайловича Курбского. Причем для Курбского это наиболее раннее из известных на сегодняшний день боевых назначений. Князья Щенятев и Курбские должны были встать вместе во главе передового полка, идти в Казанскую землю. Однако в связи с обоскрением русско-крымских отношений их переназначили на южную границу, на русско-крымскую границу, а в поход отправили ближайшего родича Щенятева, его проюродного брата Петра Андреевича Булгакова. Включаются и обратные случаи, связанные с выявлением прежде не отмеченных в исследовательской литературе фальшивых или дефектных разглядных записей. Так, в ряде частных пространных разглядных книг князь Михаил Данилович Щенятев впервые упоминается под 1492 годом как первый воевода полка правой руки в походе на Вязьму. В литературе как раз вот это назначение, назначение 1492 года считалось первым достоверным упоминанием князя Михаила Даниловича на государственной службе. В действительности эта запись является дублетом позднейшей воеводской росписи, относящейся к 1512 года. И эта запись, как показывает текстология списков пространных разглядных книг, содержалась уже в архетипе пространной разглядной книги. Третью группу составляют известия, дополняющие или уточняющие те или иные данные о ходе конкретных военных кампаний, в которых принимали участие князья Щенятева. Так, запись собакинской разглядной книги конкретизирует сообщение государева разгляда о раздельных действиях удельных князей Шемячича и Стародубского и пятиполковой армии князя Щенятева при отражении крымского набега мая 1512 года. Вот, записи, те воеводы до татарского приходу ко князям прийти не успели. Рассказ в разглядной книге 1478-1603 годов о выборгском походе князя Петла Михайловича Щенятева предоставляет более точные сведения о районе действий русских летучих отрядов. 60 верст в Лаврецкий погост. В особом колюбатинском списке этой же самой разглядной книги содержится информация о точном местоположении полка князя Михаила Даниловича Щенятева во время стояния пятиполковой рати на берегу в мае 1522 года на девичьем перевозе, указано в разглядной книге. Таким образом, привлечение неопубликованных частных разглядных книг к исследованию как военно-служилой деятельности отдельных родов русской знати, так и военных кампаний конца 15-го, начала 17-го веков представляется весьма перспективным. Комплексный анализ основного массива частных разглядных книг позволит существенно расширить наше представление о служилой деятельности князей Щенятевых и их положении в структуре Государево двора и Воеводского корпуса Московского государства 16-го века. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Можно уточнение? Да, конечно. Вы, как скользко сказали, что вот это неэтическое дело Шуйского и Щенятева, Щенятева получил неоднозначную оценку в историографии. А что имелось в виду? В чем неоднозначность, так сказать? Какие там могут быть проблемы? Дело в том, что из тех источников, которые были известны по этому делу, а это в первую очередь, если я не ошибаюсь, как раз-таки запись пространные разглядные книги, было непонятно, а в связи с чем князь Иван Андреевич вступил в заранее, в общем-то, проигрышное месническое дело. Он проигрывал Пётру Михайловичу Щенятеву и по родословному принципу, он ему проигрывал и по служебному принципу. Притом, Пётр Михайлович, в общем-то, к этому моменту на службе был уже, дай бог, 20 лет, князь Шуйский только-только вышел, и исследователи выдвигали разные предположения по поводу, пытаясь объяснить, а почему именно князь вдруг начал месничать, было совершенно непонятно. Вот теперь с привлечением вот этой вот как раз записи, в общем-то, все совершенно естественно, князь только выходит на службу, и его сразу же резко понижают. То есть, если первые воеводы сторожевого полка, он, в общем-то, находился в равной позиции с первыми воеводами других второстепенных полков, то вот с полком левой руки все было намного сложнее. Согласно приговору о службах, он вроде бы был равен всем остальным воеводам второстепенных полков, но на деле по месническим счетам, по реальным месническим делам, конечно же, первые воеводы полка левой руки, эта должность гораздо более низкая и проигрышная с точки зрения месничества. Спасибо, приятно. Спасибо большое вам, Никита Васильевич, за интересное очень сообщение. Спасибо. Продолжение следует...